Большой привет, мои любимые зрители! С вами, как всегда, Аня, и сегодня мы поиграем в Токобока. Я подготовила для вас очередную порцию полезностей, поэтому заранее поддержите видео лайком и комментарием. Но начнём мы, как всегда, с миксом. Давайте посмотрим его вместе и пройдём новые опросы. Итак, загружаемся во вкладочку с миксом. Нас встречает новый ролик! Посмотрите на эти лица! Какие же они удивительные и радостные! Что-то будет! Итак, мы видим много персонажей, и они улыбаются! Какая-то толпа прям! Я не знаю, друзья, похоже на сцену? Возможно, какая-то вечеринка планируется? Это всё? Нет, это не может быть всё! Я ничего не поняла! Ребят, вы что-нибудь уловили? Если честно, я нет! Возможно, будет обновление связано с музыкальной группой? Вечеринка, там танцы? Да, наверное, это поклонники! А на сцене какая-то рок-группа! Я не знаю, почему рок-группа, но, возможно, какие-то популярные музыканты! Или это краски Холли! Потому что персонажи в красках! И нам предлагают пройти опросик! Вот такой вот крампит танцор? Или музыка? Крампит? Такого крампита нет! Возможно, он появится? Давайте его и выберем! 77% за второй вариант и 23% за первый! Спускаемся ниже и нам показывают, что нам показывают! Почему-то для меня всё это ещё загадка! Ещё один опросик! Такой вот диско-шар или лампа с фотоаппаратом? Кольцевая лампа! Хм... Сложный выбор, но давайте выберем второй вариант! Да, 71% за второй вариант и 29% за первый! Наверное, это будет подарочек на почте! Интересно, мы его сегодня получим? Я много подарков пропустила, только потому, чтобы с вами забрать! И мы видим ещё один ролик! Давайте его включим! Так, девочка с блокнотиком! Что у нас составляет список покупок? Ага, она заходит в магазинчик, идёт с корзинкой и выкладывает товары! Здесь их пробивают! Девочки в школьном туалете обсуждают, когда у них начались месячные! Та говорит, что у неё на прошлой неделе начались месячные! Тебе повезло, что у тебя начались месячные! У меня они начались, когда мне было 9 лет! У третьей девочки они тоже были целую вечность назад! И в общем-то, Та тоже готовится к ним! Ну как я поняла! А это урок физкультуры! И Та благодарит девочку за то, что она её прикрывает! Теперь ей повсюду мерещатся красные капли! Немножко жутковато, а что если вы мальчик играете в токобоком? Для вас этот трейлер, точнее мини-мультик, будет не совсем понятен! Девочка снова думает над списком, опять идёт в магазин! По-моему, это уже было в самом начале! Ну вот эти товары, салфетки, прокладки, шоколадки и чипсы, мармеладки с конфетами! Ну она реально так готовится к первым месячным! Сейчас листает ленту! Так, список выполнен! Наверное, пожалуйста, не беспокойте меня! Сейчас они в школьной столовке! Девочка рассказывает о своей подготовке и то, что у неё теперь будет повод посидеть, погрустить и покушать вкусняшки! А та не понимает её радости, ведь если она злится, её всегда спрашивают, не связано ли это с месячными! В общем, друзья, я не знаю, к чему эти ролики запускают! Возможно, потому что в токобоку всё-таки играют больше девочек и их как-то готовят к этому событию! Но мальчики, наверное, реально не понимают, что происходит! Давайте спустимся ниже! И нам предлагают выбрать первый вариант или второй, красненький такой вот наборчик! У нас на почте первый вариант, а что если бы мы выбрали второй? Неужели его добавят в игру? 58% за первый вариант и 42% за второй! Листаем ниже и нам снова надо выбрать телефон или подруга! Кто же лучше ответит, то есть, на вопросы? Мне кажется, лучше всего ответит твой друг! 64% за первый вариант и 36% за второй! И мы подошли почти к самому концу! Опять нам надо выбрать вопросики, первая вывеска или вторая? А что это там за смайлик какой-то тошнотворный? Давайте выберем второй вариант! 91% за второй вариант и 9% за первый! Название вашего ресторана, наверное! Так, а вот это блюдо я не видела! Первое блюдо! Интересно! Может быть, тоже его добавят? 73% за первое блюдо и 27% за пирог! Но этот пирог мы уже много-много раз кушали! А первую такую шаурму? Или это что, тортилья? Ребят, вы знаете, как ее приготовить? Если честно, ее нет! Мы прошли до самого конца! Те опросики я проходила в прошлом выпуске про лайфхаки! Предлагаю покинуть микс! Будем загружаться в игру, друзья! И заберем свой подарочек! Кстати, пишите в комментариях, какие у вас ответы в опросиках! Давайте пролистаем карту и загрузимся на почту! Итак, забираем талончик! Номер один! Проходим на почту! Здравствуйте! Можно, пожалуйста, забрать подарочек? Или несколько подарочков? Я, честно, не знаю уже, сколько здесь у меня подарков лежит! Но, в общем, давайте все мои подарки! Ну, талон-то тащи! Вот, держите! Чпуньк! Проходите! Спасибо большое! Проходим, друзья, на почту и нажимаем на кнопочку! Так, первый подарочек пошел! Обычный подарок в синей упаковке! Вернее, синим бантиком! Нажимаем еще одну кнопочку! Та-дам! Фирменный подарочек! Обычно из таких выпадают прокладки! Я не знаю, будут ли сегодня опять эти прокладки? Но давайте нажмем еще раз на кнопочку! И всего у нас три подарочка! Два обычных и один такой фирменный! С какого начнем? Давайте фирменный на десерт оставим! Сначала обычный откроем! Ооо, это же та косметичка! Новая палетка! Помады! Такая фиолетовая помада! Розовенькая! Также мы видим новые кисточки! Четыре кисточки! Так, а вот эта вот штука у меня не вылезает! Румяна, румяна, вылезайте! Розовенькие такие нежные, румяна! И в принципе все! Это весь наборчик! Немножко у меня багуется, не разоединяется! Но согласитесь, косметичка отличная! Можно будет ее использовать в фильмах или сериалах! Давайте открываем следующий подарочек! И мы получаем милую свечку с сердечком! Сердечко-то там планетка! Какая прелесть, друзья! Я ее заберу к себе в домик! Давайте откроем тогда фирменный подарочек! Я честно уже и не представляю, что здесь может быть! Потому что косметичку я ожидала! Свечку тоже видела в спойлерах! Что же будет тут? И тут мы получаем коробочку с тетрадкой! Я уже как-то показывала в выпуске про лайфхаки, что нас ожидает! И эта тетрадка с ручкой была в списке! Теперь мы это получили! Такие замечательные подарочки на почте! Пишите в комментариях, какой подарочек понравился больше вам! А мы будем покидать почту и переходить к лайфхакам! Сегодня будет много новых лайфхаков! Давайте для начала построим домик! Пролистаем карту влево и предлагаю обустроить ресторанчик! Вернее не обустроить, а построить его! Где у нас он? Вот! Строим ресторанчик! И сейчас сюда загрузимся! Сразу начнем с кухонного лайфхака! Заходим в редактор комнаты! В разделе с кухней надо найти столик! Большой такой столик! Размещаем его назад! И берем теперь белый столик! Далее, друзья, в разделе с плитой нам надо найти новую двойную плиту! И задвигаем на этот столик! На первый столик мы можем положить продукты, а за вторым уже готовить! То есть персонаж будет готовить на двух столиках! И я считаю, если вы делаете свой ресторанчик, вам обязательно эта конструкция пригодится! Для следующего лайфхака возьмем холодильник! Тоже новый холодильник! Надо разместить любую полочку! На нее мы поставим кофемашину! Она находится в разделе с кухней! Следующее, что нам надо сделать, это задвинуть холодильник! Таким образом, друзья, мы получаем отсек с кофемашиной! То есть у нас есть уже такой синий холодильник, где вы можете добывать напиточки! Здесь уже встроенный автомат! Вы можете налить как бы лимонный сок, клубничный, разную газировку! И передавать своему персонажу! Но здесь такой конструкции нет! Поэтому мы сделали ее самостоятельно! Вот такой вот интересный лайфхак! Давайте я покажу вам следующий! Он находится в разделе с техникой! Мне написали то, что вот в этой тумбочке есть домик для крампита! Точнее не домик для крампита, а мини ресторанчик! И я пропустила этот момент! Но это блюдо мы можем получить как раз в этом домике! А я-то думала, что сама изобрела этот рецепт! Да конечно же! И опять такая маленькая тарелочка! Она очень удобна тем, что ее можно использовать для других вкусностей! Допустим, поставить маленькие такие тарталеточки! Маленькие десертики! И подавать на стол! Не обязательно на стол крампита! Можно и на свой столик! Но очень классные подставочки! Мне определенно они нравятся! Для следующего лайфхака зайдем в раздел с ванной! И надо найти душ! Давайте его разместим сюда! И также достанем раковину! Следующее, куда мы зайдем, это в раздел с кухней! Надо достать любой стакан! Итак, друзья! Лайфхак заключается в том, что если мы нальем воду из-под крана, то это будет обычная вода! Но! Если мы наполним кружку душем, то здесь будет вода с газами! Посмотрите! Очень странная фишка! То есть здесь мы наполняем обычная вода, а из душа с газами! Может быть вам это тоже понадобится? Пригодится для какого-нибудь фильма, сериала, если вы приколы какие-то делаете! Следующий небольшой лайфхак или баг, я даже не знаю, как это точно сказать, но вот за это окошко можно размещать ковры! Так, только не такие большие! Например, вот молнию можно разместить! Что еще сюда можно поместить? Лапка поместится? Да, также можно сюда лапку поместить! Можно поставить какой-нибудь другой маленький коврик! Например, в форме сердечка! Вот такая небольшая фишечка! Можно также это сделать с другим окошком! Но персонажа, к сожалению, туда поместить не получится! Зато ковры спокойненько влезут! Я думаю, это пригодится, если вы делаете какую-то альтернативную обустройку параллельной вселенной за окном, только боком! Ребят, что я несу, я уже не знаю! Ну, в общем, любые ковры туда не поместятся, только маленькие! Поэтому не расстраивайтесь, если у вас что-то не получается! Пробуйте со всеми ковриками! Следующее, что мне сказали сделать, это достать туалет! Это отличное начало! Согласитесь! И, друзья, посадите до персонажа на закрытый унитаз! Я не пробовала еще это делать, но оказывается, персонажа здесь издаляется! Дают звуки, если нажать на унитаз! Так, давайте попробуем! Я жму, что-нибудь слышно? Меня слышно? Прием, прием! Подождите, что-то произошло или нет? Ребят, с первым туалетом у меня не получилось, и у меня почему-то работала только кнопка смыва! Но вот здесь... Простите, это что? Это что? Почему я этого раньше не замечала? Скажите, я одна этого не замечала? Персонаж, что ты делаешь? Хватит смущать меня! Мне так стыдно за тебя, женщина! Странный звук, оказывается, может здесь происходить! Ну как странный, обычный физиологический звук! Хотя мы вроде еще особо-то ничего не поели здесь! Ну а сейчас мы это исправим! Давайте поставим в столик лобстер! Далее возьмем краба! Совместим с курицей! Добавим рыбы! Мясо! Конечно же сосиску! Немножко листья... Так, постойте! Вы что сделали? Подождите, как у меня это получилось из тех ингредиентов? Ребят, я не это хотела приготовить! Я вообще не знала, что это приготовится! Какая-то ерунда! Все заново придется делать! Мы тут готовим другие блюда! Берем лобстеры! Берем краба! Совмещаем с рыбой! Курицей! И последний ингредиент! Это, конечно же, что? Сахар! Правильно! Мы получим нереально вкусный десерт! Посмотрите, манговое пирожное! Какая же красота в токобоком! Не благодарите, друзья! Это самый лучший, наверное, рецепт от меня! То есть, если мы совместим манго с сахаром, мы получим точно такой же рецепт! Я думаю, будет более правильно совмещать это с манго, но почему-то, как только я совместила с другими ингредиентами, у меня получился точно такой же десерт! И это работает абсолютно с любыми ингредиентами! То есть, вы можете, например, совместить вот сахар с хлопьями! Получите этот рецепт! Я не знаю, конфеты с сахаром! Нет, конфеты с сахаром дают такой же вот... О, кстати, посмотрите! Мы еще один этаж соорудили! Ребят, берите на заметку! Мы соорудили еще один этаж для торта! Клевое дополнение! Особенно, если вы снимаете фильмы и сериалы, и вам нужен праздничный торт! Допустим, вы совмещаете любые какие-то непонятные ингредиенты и добавляете в конце сахар! У вас получаются эти манговые пирожные! Не знаю, почему такой лайфхак работает, но пользуйтесь, пока его не пофиксили! Еще один бак! У меня взлетели все пирожные! Самое время это спушить! Та-дам! Вот теперь-то этот звук был бы явно в тему! Следующее, что мы должны сделать, это зайти в редактор комнаты И достать, допустим, картошечку Передаем картошечку персонажу И покидаем домик Листаем карту вправо Загружаемся в театр Теперь листаем карту влево Находим в театре меч! Этим мечом мы можем резать продукты! Посмотрите, друзья, хоба! Та-дам! Мы порезали картошку фри! Так можно делать с любым блюдом Но это не картошка фри, это картофель по-деревенски скорее Но берите на заметку Было бы больше у меня здесь продуктов Я бы показала вам больше интересностей Ну вот, например, мы чипсы распаковали А с пончиком что-нибудь получится? Нет, пончик у нас и так как бы распасован Давайте еще вот эту упаковку откроем Прикольная фишка, я хочу сказать вам Также это можно сделать и с леденцом Или порубить мясо В общем, все что угодно Выходим из театра Следующее, куда мы отправимся Это в домик с бассейном И здесь я хочу показать вам один баг Давайте зайдем в редактор комнаты В разделе с ванной надо найти полотенце Следующий шаг это поместить персонажа в бассейн И здесь его переодевать Если мы это будем делать постоянно То у нас забагуется персонаж Посмотрите, некоторые части тела как бы не в воде Таким образом у нас персонаж багуется Его части тела то в воде, то не в воде И если мы постоянно будем менять полотенце и одежду То он будет по-разному баговаться Давайте выйдем из домика с бассейном И сейчас загрузимся обратно в ресторанчик Покажу вам следующий прикольный лайфхак Заходим в раздел с растениями И здесь есть такая вот новая вазочка Мы достаем в коробочках прозрачную коробку На стенку надо разместить самую маленькую полочку Из раздела с кухней мы добываем помидорку Закидываем ее на полочку Берем также морковку И луковицу Теперь задвигаем растение Таким образом мы с вами проворачиваем крутую фишку Добываем продукты из этого овощного горшочка Смотрите мы взяли луковицу Далее что мы еще можем добыть Парковку И сверху наша помидорка Конечно ее еще надо найти Вот она Это вы тоже можете использовать для какого-нибудь ресторанного сериала Хотели бы вы от меня какой-нибудь фильм или сериал про ресторан Напишите пожалуйста в комментариях Я думаю эта фишка была бы очень годной Допустим посетитель заходит и срывает овощи Прямо из этого кустика Было бы очень забавно Такая же фишечка сработает И если вы разместите вот эту подвесную полочку С растениями За нее тоже можно поставить также луковицу, морковку Можете вот эту маленькую вазочку использовать И сюда даже перчик какой-нибудь поместить Так вы можете как бы подходить И якобы срывать цветы Хочу все закончить каким-нибудь позитивным и ярким лайфхаком Мы также зайдем в раздел с кухней и надо добыть котелки Надо взять 6 котелочков Следующее что мы будем делать это наполнять котелки В этом нам ни много ни мало поможет блендер Первое чем мы его наполним это красным перчиком Жидкость выльем в первый котелок Для второго котелка мы будем использовать лимон Также закидываем в блендер И наполняем второй Для следующего котелка мы возьмем горчицу И нальем ее в третий котелок Четвертый котелок так и должен быть зеленым А в следующий котелочек надо налить обычную воду И друзья мне все таки кажется не хватает еще одного котелка Таким образом мы соорудили радугу из котелков Я думаю это тоже пригодится если вы снимаете какой-нибудь выпуск про ведьмочек И делаете что-то вроде радуги А на этом видео подходит к концу И завершить выпуск я хочу любимой рубрикой Наши мечты в Токобока В нашем игровом мире постоянно происходят какие-то веселые мероприятия И тематические события И на каждое событие не лишним будет иметь подарочек И вот было бы круто если бы разработчики разнообразили эту тему новым способом Допустим мы могли бы делать свои подарочки в отдельной мастерской Это может быть что угодно Какая-то игрушка или наоборот аксессуар для вашего персонажа Мы также могли бы упаковать в свою коробочку И выбрать подходящий цвет Таким образом каждый подарочек бы имел свою уникальность Ставьте лайк если хотели бы такое обновление А я вас всех очень сильно люблю Желаю мира добра, позитива И много вкусной пиццы Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok